Шел, упал, очнулся гипс. К сожалению, таковы реалии этой зимы. Весь город как будто проходит квест-игру. Дойди до места назначения и ничего себе не сломай. Для 71-летней Рязанки обычный поход в МФЦ, который находится в торговом центре Аркада, завершился переломом руки. Нам нужно сдать срочно документы. Мы лестницу на ступе, по лестнице прошли. И сын говорит, что он меня вел за руки. Очень скользко было. И я только два шага пошел, думаю, я сейчас попробую. И я сразу падаю на спину. И он увидел, быстренько меня поднял, но я уже чувствую, что у меня с рукой плохо. Помимо руки Валентина Павловна сильно ударилась головой. Говорит, хорошо, что рядом был сын Владимир, который сразу обратился за помощью к охранникам. По словам Владимира, на просьбу дать номер телефона администрациям ему отказали. С утра приехал, тоже никого не было. Но он приехал в понедельник. И пытался застать у них недалеко, здесь вот отдельный такой офис администрации. Я туда зашел, попросил пригласить охранника администрации. Мне отказали. Говорит, никого на месте нет. Оставил номер телефона. Объяснил опять же ситуацию, что вот мама упала, сломала руку. Владимир уверяет, сначала хотели, чтобы просто извинились. Но после такого отношения это делом так оставлять не хотят. Мы с мамой составили обращение в органы следственного комитета. То есть я считаю, что в данном случае оказываются услуги, не отвечающие требованиям безопасности. То есть услуги здесь по сдаче в аренду, посетители подвергаются опасности. К нашему приезду на территории торгового центра «Аркада» уже посыпали реагентами. Дорожки были почищены. Вообще правила строго регламентируют, кто и где должен убирать территорию. Здесь ответственность несут собственники. В соответствии с правилами благоустройства, собственник обязан убирать территорию, которая он имеет в собственности, от снега, наледи в зимний период. Нарушения есть. На сегодняшний день составлено 22 протокола. Выдано 476 уведомлений и проводится 5 внеплановых проверок в отношении правляющей компании. Нарушителям грозит штраф, размер которого варьируется в зависимости от того, кто нарушил правила. Например, для физического лица он не превысит 5000 рублей. Для должностного составит порядка 30 тысяч. А вот юридическое лицо, которое ненадлежащим образом убирает снег и налить на своей территории, заплатит 200 тысяч рублей. Мария Руда и Сергей Данилин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».